Новое видео выходит каждый день в 20.00. Самп Ютуб мёртв. И давайте, чтобы я сейчас не был голословным, я вам это объясню. Если я вас уже смог заинтриговать, то, так сказать, ну подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропускать вот эти вот все мои ролики. Ролики выходят, я вам хочу напомнить, каждый день в 20.00, поэтому подписывайтесь на мой канал и не пропускай всё самое лучшее в нашем дорогом самповском сегменте. Так вот, чуваки, самп Ютуб мёртв. С чего я решил сделать такое сильное заявление? Всё очень просто. В самп Ютубе не появляется новых лиц. Абсолютно никого. То есть не было бы никого, кто был интересен в последнее время. И не появляется каких-то новых людей. Есть какие-то там вот эти вот старые люди, которые стараются подняться, стараются вылезать как можно больше. Ну вы поняли, чего для того, чтобы стать как можно выше к деньгам, вот к этой вот самповской славе, чтобы можно было зарабатывать как какой-нибудь Долорензи или, ну знаете, Брулёв. Вот. И всё дело в том, что новых людей в сампе не появляется, которые бы хотели что-то исправить в данной игре, которую, кстати, я очень сильно люблю. И не надо путать. Я люблю не самп, а GTA San Andreas. Как мне кажется, это одна из самых лучших GTA, если не лучшая. Наверное, всё-таки это одна из самых лучших серий игр GTA. То есть именно San Andreas. Ни GTA V, ни GTA Vice City, ни какая-либо ещё часть GTA не заставляла меня проходить её столько раз, сколько бы я прошёл GTA San Andreas. Это бесчисленное множество, и каждый раз открывается что-то новое при прохождении. Ну да ладно, я уже ушёл немного не в ту стезю, с которой я бы хотел начать. Так вот, самп Ютуб мёртв. Всё очень просто, сейчас я вам расскажу почему. Всё дело в том, что когда какой-то новый человек, когда какой-то новый ютубер приходит в наш дорогой самп-сегмент, ему нужно что-то снимать. И вот из тонны, из миллиарда серверов, он выбирает какой-нибудь сервер и начинает на нём снимать свои вот эти вот будни бомжа. И всё, он уже обречён на провал, потому что это никому не интересно. В 2019 году уж тем более, поверьте мне, в 2016-2015 ещё как-то можно было бы с этим поспорить, но в 2018 или в 2019 уже нет. Вот вы вспомните, сколько новых ютуберов вы нашли за 2018 или даже 2017 год. Лично я ноль. То есть вообще никого, на кого бы я вот так вот из-релейтед или ещё откуда-то мог бы подписаться на самповском ютубе. И новых людей не появляется. И есть очень простое объяснение. Всё дело в том, что сервера, они не сотрудничают с ютуберами. Им это попросту невыгодно. И из-за этого ютуберу нечего снимать. Потому что, ну, когда ты сотрудничаешь с каким-нибудь сервером, это не секрет. Он предоставляет тебе абсолютно всё для того, чтобы ты мог комфортно снимать свои видео и так далее и тому подобное. То есть любая твоя прихоть. То есть всё, что угодно. Админка, лидерка и многое другое. Выдать там тебе машину для съёмок, заснять с тобой пранк. Это всё без проблем. Если ты уже популярный самп ютубер. А если ты не популярный самп ютубер, то, извини, но тебе дорога закрыта. И вот вы меня можете спросить, а как же вот те ютуберы, которые стали популярны и так далее, как они-то поднялись до таких высот, что вот стали именно вот такими вот большими ютуберами, зарабатывающими сейчас миллиарды, миллионы и триллиарды денег. Как? Вот просто почему? Откуда? Зачем? Как они вообще этого смогли добиться? А всё очень просто. Они начинали в ту пору, когда летсплеи были более чем актуальны. Ты просто заходил, нажимал там какую-нибудь кнопку для записи видео, допустим, F9 или F10, F11, F12. Да в целом, неважно, нам плюс, кто-то использует, я слышал. Так вот, ты нажимал любую кнопку, говорил что-то, говорил, снимал летсплей 10, бывало 20-минутный, а бывало даже, что ты его не монтировал. Просто сразу заливал на ютуб, без превьюшек, без всего. Барон Геймкару у нас в частности так делал, и у него на многих роликах есть там по 100, на каком-то ролике есть даже 200 тысяч просмотров, а на всех остальных по 10, по 5000 просмотров. И это достаточно неплохо, как для сам ютубер, 10-5 тысяч просмотров. Это достаточно неплохой результат, хочу вам сказать. И вот таким вот образом, летсплеями и так далее, они раскручивались летсплеями, там, от бомжа до миллионера и так далее. Сейчас же этим никого не удивишь. И вот эти вот люди, которые тогда смогли подняться, сейчас имеют миллионы и миллиарды, и могут попросить абсолютно любую услугу, будь то админка, или лидерка, или еще что-либо. Просто понимаете, нужно либо вносить что-то новое, либо вот снимать что-то уникальное, что, в принципе, одно и то же. Но как ты это будешь делать, если сам сегмент на ютубе существует уже порядка 5 или 6 лет? Возможно, даже побольше. Возможно, кто-то в 2010-2011 году, как, например, Таркокровопивец снимал. Вот. И то есть, за это время, если не все, то, ну, практически все успели отснять. Однако, не стоит забывать о том, что все новое, это хорошо забытое старое, которое так или иначе в будущем может всплыть. Но даже вот просматривая какие-то старые ролики, для того, чтобы их адаптировать под вот 2019 год, этого, в принципе, невозможно сделать. Потому что, ну, все, что тогда снимали, это летсплей. Как ты летсплеи адаптируешь под 2019 год, для того, чтобы вот прям вот захватывал, чтобы было большое удержание, чтобы вот ютуб продвигал твои видео. Для того, чтобы ютуб продвигал твои видео, должно быть большое удержание. А как ты удержишь аудиторию на вот таких вот летсплеях? Это абсолютно никому не интересно. То есть, можно попытаться делать обзоры на какие-нибудь GTA-самп-сервера. Однако, это не актуально. Это делал Данил Геррера. Он на этом поднялся. Все, сейчас его обзоры, они неинтересны. Да, их просматривают, но все-таки не так, как в каком-нибудь 2015 году, когда обзоры были в новинку. И таким образом, можно прийти к такому очень простому выводу, что сам ютуб мертв. В нем не появляются новые люди, а старые люди не хотят совершенствовать свой контент. Они сидят в какой-то своей вот одной вот такой вот в зоне комфорта, и не хотят из нее никуда выходить. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вы согласны или не согласны со мной, оставляйте комментарии. Если я вам понравился как какой-нибудь, знаете, диктор, но диктор это громко сказано, то можете, в принципе, подписаться на мой канал. Всем спасибо, всем пока.